Всем привет! Пришла пора закрывать все свои долги, а то я то болел, то вообще не мог найти время для ютуба, поэтому я как-то пропустил целый спешл My Little Pony Make Your Mark, который непосредственно продолжает основную историю полнометражки пятого поколения пони, всплывашка на обзорчик сверху, и начинает новый сериал, который выйдет уже в сентябре этого года на Netflix. И знаете, если абстрагироваться от того, что я говорил ранее про пятое поколение пони, этот мульт с одной стороны выглядит неплохо, и даже уже начал обрастать достаточно интересными сюжетными поворотами. Возможно? Возможно. В будущем мультсериале они все похерят, но это уже хороший вопрос. Анимацию, конечно, сильно упростили, в отличие от полнометражки, но стоит понимать, что там был сюжетный фильм на полтора часа с достаточно большим бюджетом, а тут будет полноценный и длинный мультсериал, поэтому графику чутка понерфили, и теперь все не выглядит так гладко и красиво, как в фильме. Зато русская озвучка осталась, и это немаловажный плюс к копилочку этого спешла. Я даже удивился от этой новости, ведь Netflix не так давно официально ушли из России. Магия есть все счастливые рады, благодаря магии кристаллов единства, которые соединились в один в мерцающем замке, благодаря дружбомагии. Но есть и не согласные. Сори, что тогда вот эту поняшку назвал Флотершай. Я, если честно, вообще никогда не слышал о Поузе, а только потом узнал о том, что Лорен Фауст при создании Флотершай вдохновлялась земной пони по имени Поузе, из первого поколения. Короче, Поузе недовольна всей этой магией и шмагией. И ее, как земную пони, ущемляет это неравенство. И прям так и говорит. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите, ехуй! Но мы-то знаем, чем это все закончится, правда? Саня вообще не умеет контролировать свои силы. Зато печь пиццу прямо на толстенном подносе, так еще и сверху электрической плиты, это мы всегда пожалуйста. Простите, что докопался до бесполезного стеклянного купола, а назад нельзя. Пони только что уделали этот момент своей мистически приготовленной пиццей. Тупее, конечно, просто не придумаешь. У Зип тут свои проблемы. Мамка такая го, к нам, ты будущая принцесса зефирных гор, но она, соответственно, этого не хочет. В этом и есть основной конфликт с Пешлом. Если хоть одна из пяти основных пони, прости хич, перестанут дружить и будут порзнь, ну или просто начнут отдаляться друг от друга и ругаться, то тандем разрушится, и магия кристаллов единства такая пуф, начинает жестко глючить и отключать всю магию единорогов и пегасов. И с другими поняшками всё точно так же. Земные пони недовольны магией пегасов, которая начала внезапно отключаться. Происходит срач и бум, опять магия отключилась. Так ещё и Паузи подливает масло в огонь. Блин, я уже начинаю ненавидеть её, Флаттершай была такой милой, а ты? Ну и в день залива Моритаем все продолжают сраться, что приводит к шторму. Открывается червоточина в бездну, приковывает земных пони к земле, но все начинают действовать сообща. Сани превращаются в оликорна и спасает Паузи ещё одну поняшку, которые упали в местную бездну. Я бы её на твоём месте не спасал. Сани даже научилась магические барьеры делать, вот это я понимаю, Буст. Короче, всё возвращается в норму. Хитч обретает способность понимать, что говорят животные. Нигде такого не было и вот опять. А земные пони обретают магию выращивания растений и цветов? Что? Создатели Геншин Импакта шли два года к созданию дентростихии и реакций. Пони шли ещё дольше. Зато теперь всё толерантно. Не забывайте, что это Нетфликс. А то что, пегасы летают, единороги пользуются магией, а земные пони чё лохи? Теперь они могут выращивать цветы и деревья. Ну типа. Ну и как же без местного Спайка? Хитч нашёл яйцо на пляже, обогрел его и в конце из него вылупился новый Спайк. Меня уже, похоже, ничего не удивит. А в конце, казалось, за всеми наблюдала ещё одна таинственная незнакомка Аликорн, Сулуну. Ну или на лунную пони тогда уж. У неё ещё и помощница с крутой притчей есть. Ее, новый антагонист. Надеюсь, она будет помощнее, чем все предыдущие злодеи в прошлом поколении. Вот такой получился спешл. Нам задали тон основного мультсериала. И мне это, конечно же, нравится. Раскрыли ещё немножко основную шестёрку поняш. Но есть одно но. Почему всё так клишировано и предсказуемо? Нет, я, конечно же, даю этой франшизе шанс. Мне, например, безумно нравится Изи. Она там главный мем команды. Мне более-менее нравятся песни. Хотя до шедевральных песен из MLP Friendship is Magic им далеко. Даниэла Ингрэма просто хрен переплюнешь. Уж слишком кочёвые песни писал в своё время. Ну и сеттинг только начинает развиваться. И появляется много вопросов. На каждый из которых мы, конечно же, найдём ответы. Осталось лишь дождаться основного сериала. И дело в шляпе. Особенно очень интересно, кто же эта таинственная незнакомка в конце. А прикиньте, она окажется дочкой Луны. Которая тоже, как и луняшка, имеет тёмное альтер-эго. Вопрос, конечно, на миллион. Напишите ваши предположения в комментариях. Будет интересно почитать. Ну и как вам вообще спешил в целом. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать будущие новости и разборчики. А я с вами не прощаюсь, ребят. Скоро увидимся.